Добрый день! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами побеседуем о Каине и Авеле, истории первых сыновей Адама и истории самого такого раннего, начального этапа существования человека. И эту беседу, или даже, может быть, какой-то такой небольшой цикл бесед мы с вами назовем «Каин и Авель. Две религии, два пути». Ну, дело в том, что на канал Экзегет поступило несколько вопросов, которые так или иначе затрагивали с собой разные аспекты вот этого библейского повествования, и поэтому возникла мысль объединить их в одно целое, так сказать, уже не рассматривать каждый вопрос по отдельности, а вообще разобрать в целом вот эту четвертую главу книги «Бытия», повествующую о том судьбоносном для всего человечества, о начале его истории, таком очень архетипическом, можно сказать, начале. Дело в том, что, вообще говоря, вот эти первые самые главы книги «Бытия», они невероятно насыщены по своему содержанию. Над каждым словом там можно размышлять и размышлять, и находить все новые и новые объяснения, новые смыслы. Ну, вообще это такое, конечно, очень характерное свойство библейского слова, его такая полисемитичность, то есть большое количество смыслов, которые в нем содержатся, и можно из одного и того же, в принципе, библейского повествования делать выводы, которые помогут нам понять ту или иную жизненную ситуацию, тот или иной аспект общения человека с Богом. И поэтому в нашей беседе мы будем касаться разных объяснений, которые предлагаются различными богословами, экзегетами, толкователями священного писания, вот этой истории о Каине и Авеле. Но я позволю себе из этого множества объяснений, толкований выбирать те, которые, мне кажется, наиболее актуальными, наиболее соответствующими такому и современному прочтению книги «Бытия», и, в первую очередь, именно той духовной пользе, которую мы можем с вами из этого прочтения получить. Итак, ну, дело в том, что, вообще говоря, у нас с вами зачастую бытует такое, ну, несколько, я бы сказал, детское прочтение и понимание истории Каина и Авеля. Уж слишком хорошо она нам с вами известна, как нам кажется и представляется. Ну, однако, если мы посмотрим внимательнее на это наше знакомство с историей о Каине и Авеле, то выяснится, что оно в основном зиждется на кратком пересказе в законе Божьем, на картинках из этого закона Божьего, которые весьма часто находят в себе такое более художественное уже отображение на стенах притворов разных храмов, куда они переносились художниками XIX и начала XX века, украшая, так сказать, эти храмовые стены, ну, такими довольно яркими, образными, запоминающимися картинами о том, как Каин и Авель приносят жертву, как жертва Авеля таким высоким столбом дыма поднимается к Богу. Ну, жертва же Каина гореть не хочет, таким стелющимся дымом распространяется по земле, и вот на этой почве возникает какая-то такая зависть и обида у Каина, которая приводит к тому, что Каин убивает Авеля. Ну, конечно, это такое несколько, я бы сказал, поверхностное понимание, прочтение вообще всей этой истории, которая на самом деле, в общем-то, повествует нам с вами о вещах намного более важных, глубоких, вещах непосредственнейшим образом связанных с дальнейшими событиями всей человеческой истории и в особенностях с событиями, которые имеют отношение к искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этом кратком повествовании библейском о судьбе Каина и Авеля закладывается уже, в общем-то, основа и всего того будущего конфликта, который возникнет между пришедшим на эту землю Бога-человеком и тем окружением, в котором он окажется, такого трагического конфликта, который приведет к распятию богочеловека, к его убийству. Можно сказать, что здесь, вот в этой истории Каина и Авеля предопределены два различных религиозных и идеологических пути человечества. И каждый человек, который приходит на эту землю, он на самом деле всегда оказывается перед вот этим выбором. Выбором между тем, каким путем он пойдет, какую религию он себе изберет. Путь и религию Каина или то религиозное настроение, то духовное состояние, в котором пребывал его младший брат Авель. Но давайте обратимся непосредственно к тексту Священного Писания, поскольку каждое его слово может нам многое открыть о всей этой истории, о всей этой ситуации и, в общем-то, прояснить для нас какие-то скрытые, содержащиеся в нем смыслы. Итак, начинается повествование книги «Бытия» об этой истории Каина и Авеля, собственно, с рождения и наречения двух братьев. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Ну, на самом деле здесь над каждым словом можно размышлять и погружаться в его смысл. Обратим внимание хотя бы на эти слова, которыми вот это супружеское действие, происходящее между мужем и женой, определяет Священное Писание. «Адам познал жену свою, Еву». Ни какое-то другое слово, зачастую намного более низкое по смыслу, окраски, которые употребляются в отношении вот этого союза мужчины и женщины, мы так часто, к сожалению, встречаем в нашей окружающей жизни. Но вот столь возвышенное определение, которое дает этому делу Слово Божие. «Адам познал свою жену Еву». Ведь действительно весь смысл, вся суть человеческого существования на земле – это познание. В первую очередь, Бога познание, но в том числе и познание того мира, в котором человеку суждено пребывать, и Адам и Ева пребывают в этом мире после своего грехопадения. И таким образом Адам именно познает свою жену Еву. Вот этим выражается то глубочайшее проникновение друг в друга, в тайны друг друга, в тайны своего предназначения, которое совершается за таким простым, казалось бы, актом. И здесь ведь удивительно, что вот это Слово, и именно Оно, его значение, коренным образом отделяет человека от всех остальных живых существ. Никогда Священное Писание не потребляет Слово «познал» в отношении, так сказать, каких-то других живых существ. В «Зачинаху овцы по жезлам» говорится о подобной ситуации, так сказать, происходящей между овцами, когда они плодятся у Иакова Израиля во время его хозяйствования в доме Лавана. И подобным же образом, да, вот если как-то Священное Писание говорит о размножении животных, то это никоим образом не подразумевает вот того глубокого смысла, который закладывается в эти отношения между мужчиной и женщиной. «Познание» — вот что лежит таким краеугольным камнем, потому что это действительно познание, познание замысла Божия о человеке, познание чуда и таинства рождения, появления на свет Божий новой бессмертной души. Действительно, вот этот процесс чудородия, он дает человеку очень важное познание, как сильно меняется женщина с материнством, сколько всего начинает она понимать об этом мире, сколько всего начинает она познавать. В ней просыпаются какие-то прежде неведомые и очень мощные внутренние духовные силы. Весь характер, весь склад женщины при вот этом чудороде меняется, начинает смотреть на мир, на себя, на свое предназначение совершенно другими глазами. Для мужчины подобным же образом вот этот переход в новые качества, состояние отцовства — это тоже процесс, связанный с очень таким глубоким познанием и своего места в этом мире, и того чуда, которым является пришествие нового человека в этот мир. А здесь, вот в этой ситуации, ну, не будем забывать о том, что это вообще первый опыт подобного рода. И поэтому не случайно женщина, она чувствует себя обогащенной. Ева чувствует, что она приобрела человека от Господа. Вот этими словами выражается то действительно ощущение, переживание чудо Божие, которое состоит в рождении в этот мир новой человеческой души. Ева чувствует себя обогащенной. Она приобрела человека от Господа. Она выражает этими словами то чудо, ту тайну рождения, которая никоим образом не может обойтись без чудесного действия Божия. Вот в том, что она была, так сказать, одной Евой, да, вот в союзе со своим мужем Адамом, а тут вдруг из нее происходит новая жизнь, наполняет ее ощущением чуда и соприсутствия Бога в ее жизни. Поэтому она и говорит, что она приобрела человека от Господа. Ну и действительно, любое вот такое рождение в этот мир является вот точно так же, как и тогда, вот этим чудом приобретения. Чудом приобретения человека от Господа, от Бога. Как в славянском языке вообще говорится, что она приобрела человека Богом, то есть при помощи, при содействии Божьим. Это ни в коем случае не просто какой-то биологический процесс. Сколько таких вот мы встречаем ситуаций, когда и мужчина, и женщина вполне, казалось бы, готовы к чадородию, готовы произвести на этот свет ребенка свое наследие, но тем не менее этого не происходит, по каким-то совершенно неясным, непонятным для врачей причинам. Врачи говорят, что и муж, и жена совершенно здоровы, физиологически, психологически готовы к рождению ребенка, желают этого, хотят, а тем не менее не получают этой благодати. То есть чудо рождения новой жизни всегда непосредственно связано с вот таким особенным каким-то божественным действием, божественным произволением о мужчине и женщине и о их будущем потомстве. И вот необходимо об этом помнить, что само вот это зачатие уже является чудом. Сколь многие женщины и мужчины жаждут получить в своей жизни это чудо, приобрести его, и сколь многие легкомысленно разбрасываются этим уникальным, удивительным даром Божиим, не хотят приобрести человека от Господа, не хотят получить этот божественный дар, прерывают беременность, уничтожают только зародившуюся жизнь в их чреве, не понимая того, что они не просто прерывают некий случайным образом совершившийся в их организме, начавшийся такой биологический процесс, нет, они отказываются, они уничтожают полученный ими дар Божий. И вот поэтому мы как бы даже слышим вот то ликование, которое звучит в словах Евы после рождения Каина, та радость о том приобретении, о том богатстве, которое при благословении Божьем ей удалось стяжать, ей удалось получить. Отсюда и именование первенца Адама и Евы, приобретение, Каин так и означает, приобретение. Но, как мы с вами видим, к сожалению, в общем-то далеко не всегда вот тот задаток, который дается человеку при появлении в этом мире, то благоволение Божие, которое собою сопутствует тому, что происходит, оно оказывается востребованным и исполненным человеком в полной мере. И далеко не все ожидания, которые связываются с счастливой матерью, с счастливым отцом, с их ребенком, тем более первенцем, далеко не всегда, к сожалению, они оправдываются по следующей жизнью, потому что человек приходит в этот мир со свободной волей, и то, как он распорядится своей жизнью, своей будущностью, к сожалению, целиком и полностью зависит от него, зависит от этой свободной воли, которая может быть направлена и на зло, как это получилось в случае Каина. Но здесь, вот конкретно в этом повествовании, библейском рождении именно Каина, не кого-то другого, содержится еще один очень важный такой вот смысловой подтекст. Дело в том, что, родив Каина, Ева уже подумала о том, что она исполнила то самое еще так недавно изреченное в раю Богом слово о том, что семя жены сотрет главу змея, о том, что ее потомство избавит Адама и ее саму от той трагической ошибки, которую они допустили в райских кущах. Ева думает, что Каин уже и есть тот самый Мессия, тот самый Спаситель, который ведет их обратно в рай, который опять поможет им преодолеть ту возникшую из-за их непослушания вражду рода человеческого с Богом. И это ее такое, ну, понятное по-человечески заблуждение, в той эйфории рождения новой жизни она полагает, что вот уже, вот именно настало оно, вот это избавление их от тяжести, той клятвы, которая легла на них после грехопадения. Но, как мы с вами понимаем, этого не случилось, а произошло все с точностью наоборот. И Адаму и Еве пришлось глубоко разочароваться. Каин далеко не был тем самым исполнением пророчества, не был тем самым семенем жены. Наоборот, в каком-то смысле являлся полной противоположностью того Сына Божьего, того семени жены, которое должно было прийти через Деву Марию и сокрушить владычество дьявола в этом мире. И поэтому при рождении следующего своего ребенка настроение Адама и Евы уже совершенно иное. Они уже понимают, что от этого спасительного пришествия в мир избавителя, семени жены, их отделяют многое время, долгие годы, ожидания, многие поколения. их потомков, что все это произойдет не так быстро и не так скоро. И они начинают понимать всю суетность и многоскорбность вот этой человеческой жизни, которую они ведут на этой земле. Первоначальная вот эта их эйфория, связанная с чудом рождения детей, она уступает место пониманию того, что этот труд испытают они еще не один раз и испытают еще не один раз тысячи и тысячи их, миллионы их потомков. И поэтому, вот как об этом повествуют в Священной Писании, «И еще родила брата его, Авеля». Вот в этом имени Авель содержится, так сказать, уже совершенно иное отношение к жизни. Слово, которое легло в основу имени Авель, может тоже очень по-разному объясняться, трактоваться. С одной стороны, Авель означает собою пар, как бы такой пар, восходящий от земли, в переносном значении суета, тщетность всего земного существования. И тогда, вот в этом имени Авель, вот таким вот образом выражается то разочарование некоторое, то познание подлинной реальности, в которой они оказались, которое пришло к Адаму и Еве, понимание того, что вот эта земная жизнь, в которой они оказались, в которой они рождают своих детей, это пар, суета, томление духа, как впоследствии выскажет их великий отдаленный потомок. И вот это такое как бы совершенно уже понимание умудренных опытом людей, умудренных опытом многолетнего покаяния, начало, которому они полагают в этой своей земной жизни. И в то же время одно из значений также имени Авель может быть объяснено и истолковано как дыхание, производное от глагола дышать. И вот здесь, конечно, тоже это такой удивительный образ такой трогательности, связанный с рождением ребенка. его рождает этот мир новое живое дыхание. Каждым своим вдохом, связанное с нею, связанное с Богом, который даровал ему эту новую жизнь. И как повествуют священные писания, и, так сказать, не только имена являются тем отличием, которые несут на себе два брата Каин и Авель, но и весь образ их жизни, а главное вообще внутреннее содержание того, как они эту жизнь проводят. Священное писание очень кратко, но если мы будем внимательны, то за этой краткостью нам откроется множество всевозможных смыслов и пониманий. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Ну, о чем нам говорит то, что Авель был пастырем овец? Ну, во-первых, не будем забывать, что вот Священное Писание, что, так сказать, книга бытия, она составлена на основании того, что было открыто Богом Моисею и то, что было Моисеем передано его современникам. И поэтому, конечно, для вот этой вот в основном занятой пастушеским трудом, да, вот таким вот скотоводческим трудом, как раз таки в первую очередь разведением овец народа, для них, конечно, то, что Авель был пастырем овец, было таким моментом, который сразу расставлял вот эти вот акценты, да, то есть Авель был как раз таки близок им, он являлся их таким духовным прародителем во многом, да, то есть они сразу начинают чувствовать к нему определенную симпатию благодаря этим словам благодаря этой характеристике, ну, а кроме того, для нас то, что Авель был пастырем овец, уже сразу является вот таким указанием на то, прообразом, кого Авель являлся, ведь Авель это прообраз будущего пастыря овец духовных, он пас овец земных и в то же время в нем уже был сокрыт образ того, кто придет для того, чтобы пасти агнцев, пасти овец своего духовного стада, это такой образ грядущего в мир спасителя, и вся последующая жизнь, вся последующая история Авеля, она это подтвердит и докажет своим дальнейшим развитием. То, что Каин был земледельцем, никоим образом не говорит о нем с какой-то плохой стороны, нет ничего скверного или презираемого в том, чтобы возделывать землю, но есть одна очень важная черта, которая раскроется впоследствии. Дело в том, что Каин был не просто земледельцем, он согласно своего имени приобретения, он как раз таки был таким приобретателем. И вот в кратких библейских словах заложена та глубочайшая разница, то совершенно различные направления путей, которыми идут два этих сына Адама. Дело в том, что вообще Адам и Ева жили на этой земле так, сидя Адам прямо рая и плакоши говорится в священных песнопениях богослужебных православной церкви на память Адам в изгнании из рая, последней седмицы, предшествующей началу Великого Поста. И действительно, вот это нахождение, внутреннее духовное нахождение прямо, то есть напротив рая, оно характеризует вот то состояние, в котором находился, пребывал Адам. То есть он постоянно своими мыслями, силами своей души обращался к воспоминанию того райского состояния, в котором прошли первые блаженные дни или времена, трудно что-то определить, так сказать, что это было, его жизни. И поэтому он больше жил не этими земными какими-то интересами, сколько в первую очередь тянулся к тому, чтобы восстановить вот это утраченное соединение с Богом, сохранить райскую память хотя бы в глубинах своей души, сохранить всеми силами своего духа, свои мысли, своей молитвы. И поэтому Адам и Ева они как бы были вот такими жителями этого мира, которые только едва касались его земной поверхности, той земной оболочки, в которой проходила их жизнь. как говорят святые отцы, Адам и Ева и так сказать, вот свои первые дни проводили даже не вкушая хлеба, то есть они просто перетирали зерна, которые собирали и замешивали лепешки на тех слезах, которые падали из их глаз и орошали их грудь. Вот таким поэтическим образом святые отцы выражают то состояние, в котором находились по своем грехопадении, состоянии покаяния Адам и Ева. И скорбь эта умножилась после той трагедии, которая совершилась в их потомстве между Каином и Авелем, приведя к будущему убийству, которое совершилось среди их ближайших сыновей. Вот видите, только буквально первые стихи мы с вами рассмотрели вот этого повествования о рождении Каина и Авеля в этот свет и уже сколько, сколько много они нам открыли. Они уже показывают нам Каина как человека, занятого земным приобретением и Авеля, проводящего свою жизнь подобно своим родителям. Дело в том, что очень часто интересы родителей не передаются их детям. Каин он в своем роде такой как бы практик. Он оказался на этой земле, он не помнил рая, он должен был выживать и в этом выживании он полагает весь смысл своего существования на этой земле. Он земледелец, он делает землю сколько это можно удобной и пригодной для своего существования на ней. Авель же как пастырь овец в общем-то избирает себе то занятие, которое оставляет для него возможность сосредоточившись на одном каком-то деле все остальные силы своей души отдать Богу, потому что его душа восприняла вот этот образ жизни, образ мыслей, которого придерживались его родители, вероятно, в намного большей степени, чем это произошло у старшего брата. И вот здесь начало того конфликта, который получил свое дальнейшее развитие с тем, как Каин и Авель приходят уже в какой-то более взрослый и осознанный возраст и избирают каждый уже определенный путь на этой земле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры 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 субтитры